Беда отступает, когда люди вместе. Образцовый хореографический коллектив «Волна» Детской школы искусств имени Розума и благотворительный фонд «Рождественская звезда» решили помочь 13 детям с ограниченными возможностями. Второй в этом году социальный концерт состоялся в районном культурном комплексе. Дети – это радость. И наши детки со своими улыбками и нашими танцами, мы надеемся, что смогут как-то порадовать зрителей, и, конечно же, собрать какую-то сумму для нуждающихся. И мы рады, что наши дети и родители участвуют в этом и учатся добру. К концерту была посвящена и благотворительная ярмарка в фойе культуры. Собранные от продажи сувениров и рисунков средства перечисляются на реабилитацию детей. Здесь же мастер-класс по украшению и выпечке преподнесли кондитеры. Художники по энкаустике учили детей термическому рисованию. Детям это очень нравится. Это и моторику, и мышление развивает. Так как и природу можно нарисовать. Сами видите, что получается. Легко научиться? Ну, не сказать, чтобы это легко было. Ну, конечно, усилия в дети прилагают. Мы сегодня делаем капкейки. Дети сами их украшают. Вы знаете, мне Бог дает возможность давать, радовать детей. Поэтому, почему бы нет? Благотворительность, она вот, собственно, одно из самых высочайших служений, которое не только мы священники, да, мы в храме служим, а вот каждый может выполнить для ближнего. То есть это настоящее служение, служение ближнему, служение милосердия. На благотворительный концерт пришли также детки, для кого этот праздник и был организован. У нас Ксюша уже пошла сама ножками, а Настенька у нас, надеемся, что в скором будущем пойдет. Для группы детей благотворительный фонд «Рождественская звезда» нашел специалистов из Центра общества без барьеров в Санкт-Петербурге. Занятия, суть которых сводится к правильному расслаблению мышц ребенка, уже неделю проводятся в ДК имени Чкалова. После упражнений дети оживают, начинают ходить. Ксюша Погодина самостоятельно пошла в первый класс общеобразовательной школы. Благотворительные концерты фонд «Рождественская звезда» организует с 2014 года по инициативе школы искусств имени Розума. Тогда средства собирали на реабилитацию Ильи Захарова. Операция прошла успешно, ребенок скоро пойдет в школу. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».